Спасибо, Дмитрий. Ждем от вас подробностей в следующих выпусках новостей. А сейчас вернемся к истории с обманутыми барнаульскими туристами. Напомним, от действий недобросовестного агента пострадали более 30 человек. Они так и не попали в теплые страны, но есть те, кому не повезло еще больше. Они смогли улететь, но вот только за границей их ждали большие неприятности. Счастливые люди, те, которые не улетели. Моя мама оказалась в той ситуации. Через три дня им постучали в отель, сказали, покиньте, пожалуйста, апартаменты и страну, потому что ваш тур оплачен за три дня. Мы говорим, как же три дня, вот билеты, вот чеки на оплату. Но там только разводили руками, говорят, мы ничем вам помочь не можем. Три дня оплаченных. Вылет по горячей путевке за 86 тысяч на двоих изначально должен был состояться еще 8 июля. Затем его откладывали на 11-е, 15-е, а в итоге борт с российскими туристами в Турцию улетел лишь 18 июля. Когда выяснилось, что маме Светланы и ее дочке из отеля придется съехать, турагент на звонки уже не отвечал. Однако без помощи в чужой стране российские туристы не остались. Мир небездомных людей, отельный гид очень помогла, руководитель отеля вышел. Я общалась с ним по телефону, он плохо говорит по-русски, но в принципе все было понятно. Он сказал, не переживайте, видит, что больная женщина, мама у меня передвигается с палочкой, ребенок плачет. Они говорят, вы не переживайте, два дня мы вам подарим от нашей страны, чтобы не испортить ваш отдых. Ну, а в шесть дней вот мы оплатили. Конечно, очень помогли, очень помогли. Хотелось бы, чтобы у нас тоже были такие агенты и такие профессионалы своего дела. Дополнительно на проживание родных в отеле Светлане пришлось потратить еще 60 тысяч рублей. Слово заявления в полицию уже написано, и 31 июля, когда они вернутся из путешествия, делу будет дан ход. Некачественное оказание услуг и мошенничество, скорее всего, именно по этим статьям придется отвечать никогда популярному турагенту.